Добрый день, друзья! Сегодня 31 августа 2015 года. Под Лондоном идет мелкий дождь, обещали, что он прекратится. А мы тем временем едем на одну очень интересную выставку, у которых в это время, в конце лета, начало осени и вообще осенью, происходит превеликое множество. Что это за выставка? Как правительство занимает людей? Или, в принципе, как люди себя занимают и чем они занимают? Почему они это делают? Потому что они прежде всего люди. Им скучно жить, если они будут просто тупить в интернете и смотреть какие-то сайты, кто-то там охкает с больших депутатов, что вот чем людей занять, как изменить, та-та-та-та-та-та. Все дело в том, что все зависит от людей, от их генетических предрасположенностей и от того, какую атмосферу они создают возле себя. Вчерашние события в Житомире, когда непонятные люди молодой-немолодой внешности колобродят ситуацию и пытаются взорвать в Житомире социальную спокойность относительную. Не только социальную, но и общественную спокойность. Таких людей, по идее, нужно привлекать к уголовной ответственности, но так как в Украине не работают законы, то это все понятно. Поэтому житомирчанам хотел бы сказать, не поддавайтесь провокаций, уходите от конфликта всеми путями, то есть вообще не реагируйте на действия власти и в выборах не участвуйте. Почему? Это будет самая правильная позиция. Отморозьтесь от всего. Зачем я это показываю, едя при руля по дороге в сторону какой-то выставки? Вот когда мы едем на выставку, я посмотрю, чем занимают себя местные жители. Это, естественно, при поддержке местного правительства. Потому что если человек занят, если он занят своими местными делами, а не общими, мировыми, глобальными, то тогда и в стране, и в этом обществе вообще не все получается нормально. Люди должны что-либо делать. Если правительство о них не думает или не хочет думать, значит люди сами должны объединяться. Не обязательно вокруг активных. Два-три человека, каждая тройка с тройкой. И так получается общество, которое живет спокойно. Мы сейчас находимся на выставке пчеловодов в Кенте. И это знаменитые кентские яблоки. Кент, это недалеко от Лондона, 60 мая. Мы отъехали, смотрите. Здесь находится знаменитый, знаменитый сад яблок. А Кент знаменит своими яблоки. Это в сторону Франции. Обалдеть. Идем дальше смотреть. Как же люди принимают участие в выставке и что они там делают. Локальная выставка местная, которая делает людей занятыми и которая делает их счастливыми. То есть и жизнь осмысленной. Вот так начинается выставка маленькая. Посмотрите, как внутри интересно. Вот такая маленькая районная выставочка, на которой вы можете ознакомиться с тем, что здесь в Кенте люди делают в свободное время. Сильные, крепкие, загоревшие люди. Приятно посмотреть. Есть молодежь. Подходить близко не буду, но в любом случае очень приятно на такую выставку глянуть. Каждый показывает, на что он гораст и что он делает. И люди живут своей социальной жизнью. Такая маленькая выставочка. Детских рисунков. Местного колледжа, который изучают по пчелам. Все касается мода. Вот такая выставочка интересная. Все для того, чтобы держать пчелок. Тут же и курсы. Тут и масса всего, что вам необходимо. Вот сюда мы и приехали за этим. Такие домики. Которые закрываются. Для начинающих или для того, чтобы оплодотворять пчелок. Какие-то конфетки. Столько всякой интересной фигни, которой я даже не знаю, для чего она предназначена. А вот это специально для того, чтобы делать дым для пчелок. И куча-куча всего такого, что я вообще не понимаю. Вот такая чашечка. Черная. Круто. Вот такие сувенирчики. Шапочка. Мешалочки для еды. Ножик. Кружечка. Тапочки для детишек. Круто, да? Тапочки для взрослых. Смотрите. Все для пчел. Включают даже такие маленькие бутылочки с изображением медведя. Вот видите. Стоит 24 бутылочки. 10-20 фунтов. Но это бутылочки пластиковые. Есть также стеклянные. Мы сейчас посмотрим. Вот есть тоже стеклянные баночки. Самые разные наклеечки. Вы можете заказать и сделать здесь абсолютно все. А вот это интересные пластиковые рамки, которые специально сделаны для уликов, что вы просто выгоняете мед оттуда и опять используете эти опять. Вот их стоит пакет, наверное, на улице 10-50. Лангстрон. Есть черные, есть желтые. Вот смотрите цены. Все, что нужно. Все, что нужно. И цены довольно доступные. Любое все, что вам нужно. Смотрите. Можно даже попробовать кому-то что-то отправить отсюда. Для меня тут вообще целое откровение. Маленькие рамочки. Смотрите. Малюсенькие рамочки для тех, кто мед делает. Вот так происходит отбор лучшего меда. Специальные специалисты проверяют, нюхают. Проверяют какими-то анализами. Самый разный мед. Класс 4, класс 1. Какой-то. Класс 5. Где-то 13 классов такого. Маленькие рамочки. Разные категории воска. Первый, второй, третий и четвертый. Видите, это классно, да? И что из чего делается? То есть специалисты оценивают и принимают решения. А здесь вот такие сувенирчики. Мед в баночке. Тоже все подлежит экспертизе. Вот здесь такая информация, как приготовить мед для продажи. Самые разные методы. Что почем, что как. И какое самое полезное. Видите? Здесь изделия с медом. Всякие медовики, пироги. Тоже разные классы. Тоже разные качества. Это маленький локальный фестиваль. Вот некоторые машины. Это специальная коробочка, куда стекает сотый мед. Это маленькая машинка. Автоматическая. Вот внутри. Видите другую электрическую. То есть все к вашим услугам. И выставка бесплатна ко всему прочему. Включая лекции. Улья стоят простенькие, обычные. Я уже показал с другого места. Яблочный сад. Яблоневый сад. Такая ферма. В которой будет тут класс проходить один. Через час будет лекция, как держать пчел в здоровье. Что с ними делать. Круто, просто, доступно, бесплатно. Только лишь для того, чтобы люди учили и расцветали. Это все в Кенте на локальном шоу пчел. Продолжение следует. とействуется широко по-кампу. В moments не ratt Wiiня. Вы allowed на кинчто для локом. Как Здесь можно перегоружать на локом. От хорошо. Выделите прикованную картинку. Зак Brockshaw можно сделать 그런 кампу ве. miten используем再 cultivать кампу в маске. show вам определенные шоу пчелы. На локом в магии способностей. Дет para高стой локолог. Также есть натуральный канцелярный мусор, если у вас нет, то есть лопатки, лопатки, сейшелл, аплодисменты, все, что вы можете использовать. Это когда я делал канцелярный канцелярный мусор, вот здесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...